Добрый вечер! Всем еще раз все уже немножко устали. Компания Hengel уже 10 лет в своей практике имеет комплайенс офицеров, глобальную комплайенс программу, и каждым годом она более оттачивается, она более направленная на какие-то целевые вещи. Она не только содержит в себе антимонопольное законодательство, но там есть более широкий спектр. Мы рассматриваем комплайенс как направление борьбы за экологию, sustainability, устойчивое развитие, трудовые взаимоотношения, противодействие моббингу и религиозные вопросы, diversity. Мы рассматриваем честную конкуренцию. И, конечно же, антимонопольный вопрос стоит во главе угла. Конечно, коррупционный вопрос является составляющей и вопросы и мошенничества, и конфликта интересов. То есть это очень широкий спектр вопросов, которые в компании принято рассматривать, как говорится, слухой. И я бы не хотела говорить, что комплайенс мешает, потому что на предыдущих конференциях тоже звучало, что комплайенс – это такая странная форма остановки бизнеса. Я бы так не сказала. Это реально защита бизнеса. Это превентивные меры против того, чтобы бизнес был разрушен одним нелегальным словом, каким-то неэтичным поведением, каким-то глупостным, какой-то глупой выходкой или каким-то неглеем, то есть неответственным отношением, халатным отношением к служебным обязанностям. То есть то, что много лет, много людей усиленно трудясь создавало, один человек просто своим пренебрежением может разрушить и разрушить мир, в котором мы находимся. Я тоже приводила примеры этого. Последние, конечно, кейсы не такие громкие. Сейчас достаточно антимонопольные комитеты, анти-трафт-комитеты, как они называются в мире, они стараются не афишировать. Но последний пример с Вольксвагеном тоже показывает, что это очень больно и это очень дорого. Кадалось бы, какая ерунда. Я приведу пример. Я ездила на Вольксвагене, я хотела купить Ауди, да, я не смогла купить ту машину, которую я хотела, потому что такой машины нет, потому что что? У нас есть комплайнс, кейс с Вольксвагеном и концерном, и они эту машину что мне выпускают. Вот и все очень просто. То есть наши маленькие желания убиты просто не клиент с каким-то сотрудником, просто не соблюдением технических правил. Не захотели ввести какую-то техническую комплайнс-программу, чтобы два раза проверить, что это не будет выбрасывать какие-то негативные вещи в атмосферу. Возвращаясь к нашей теме общей, нашей дискуссии, я хотела чуть-чуть развернуть вопрос, который был освещен Владимиром Сыренко в отношении взаимодействия с антиминопольным комитетом. К тому, что нужно строить отношения с регулятором. Я думаю, мы там уже посмеяться и сказать, что как строить отношения с регулятором. Нужно предвидеть, просчитывать, что может произойти, когда регулятор зайдет к вам на работу. Что будет происходить? Как будут вести, совершенно правильно было сказано коллегами, как будут вести себя простые сотрудники, начиная от секретаря на ресепшен и заканчивая должностными лицами, которые принимают решения по корпорации, по компании. Что должны люди сделать? Каким образом должны себя повести, если они не знают, что сделать? То есть элементарные вещи должны быть людям объяснены. И в толпу, в толпу, в толпичины, это, конечно, не совсем корректное слово, но люди должны понимать, что они ответственны за то, что они выполняют. Поэтому мы постарались вам нарисовать эту картинку, да, что, как в реальной жизни происходит. Приходит или бумага запроса от уважаемого органа, или проверка, да, он рейт, который несколько глаз у него упоминали. В Украине, конечно, еще этого не было, но рано или поздно это придет. И симуляция, это совершенно правильно было замечено, тоже один из очень действенных методов, так сказать, чтобы сотрудники проснулись. Как правило, данный документ или данная проверка поступает в адрес руководства компании к должностным лицам непосредственно к директору. Ну, директор что делает, как правило? Он сразу звонит в юридический отдел и говорит, так, ребята, что случилось? А тут вот Лукьянова оказывается на конференции, ну нет же, Лукьянова, господи, что же делать? Надо другого искать. И остальные тоже на конференции. Дальше, естественно, звонок может поступить и в штаб-квартиру, потому что у нас достаточно система выстроена просто, и все знают дальше по иерархии, что происходит. Но беда в том, что, опять-таки, никого не можем найти. Ну что же делать, как же штаб? Да, собственно говоря, у нас есть для этого экстренная консультация, которую могут оказать внешние юристы. Внешние юристы, как правило, могут быть не готовы, потому что даже имея в наличии юридическую компанию, которая является вашим, так сказать, preferred law firm, в которой установлены теплые дружеские отношения, вы можете позвонить. Они могут быть не готовы, что у вас могут возникнуть вопросы в данной сфере, или какой-то человек будет тоже отсутствовать. Следовательно, здесь тоже возникает какой-то такой момент неудобства. Да, они будут дать какие-то рекомендации, они, конечно же, вам помогут. Внутренние и внешние юристы согласуют свои действия, в результате получится, что государственный регулятор, собственно говоря, и получит ответ. Это то, что, собственно говоря, схематично, как обычно, в зону действует. Давайте посмотрим это, как в жизни происходит у нас. Наши задачи просты, я не буду углубляться во многие детали, которые уже у меня уважаемые коллеги сказали, но суммуризируя, скажем, что наша задача предупредить нарушение, наша задача выявить нарушение, и наша задача отреагировать на нарушение. Каким образом мы это делаем, как мы это решаем? Очень просто. Мы проводим тренинги, мы проводим онлайн-тренинги, которые сегодня упоминали о ТТК, если помните, это все уже внедрено. Мы обучаем новичков, мы проводим тестирование, опять-таки ничего нового нет. Вы знаете, мы все друг у друга учимся, мы собираем лучший опыт, и мы максимально пытаемся распространить ту полезную практику, которая у нас имеется. Например, даже Украина, как ни странно, выступает пилотом в глобальном масштабе. Мы в этом году разработали совершенно уникальную вещь. Вот все говорят, что так скучно. Коплайн-тренинги все засыпают на нем. Неправда, у нас не скучно. А Володь, приходи. Я серьезно говорю, не пожалеешь. Я приглашала, пожалуйста, не вопрос. Я сама лично, мои коллеги проводят их. Поверьте, сейл, заходящий в наш кабинет, он не плачет и говорит, так, что уже трапилось, я что из рубых таке на таке, я пишу, как ты кажешь, рекомендована розливная цена. Добрый-добрый, все хорошо. Максимальная цена в нашей стране не существует. Мы же знаем, что мы говорим о ней минимальной. Поэтому очень важно использовать любой опыт, который у нас есть. Возвращаясь к нам, мы разработали уникальный видеокурс, который с использованием мини-картунс, мини-мультфильмов, озвучили самостоятельно и предложили к просмотру нашим сервис-маркетинг людям. Не поверите, такие радостные ходили, говорили, боже мой, как интересно, вы визуализировали все, что обычно вы пытаетесь нам рассказать. Это так интересно. Потом мы это, собственно говоря, наслали в глобальную нашу штаб-квартиру. Долго думали, месяца три. Потом я сглался звонок и сказали, боже мой, это же прорыв, это же чудеса, мы будем использовать. Я говорю, боже мой, мы вам давно говорили, скачайте и пользуйтесь. Это очень удобно. Кроме того, этим могут пользоваться не специалисты. То есть нажал кнопочку, и все достаточно просто. Было в течение 50 минут объяснено и показано на картинках. Помимо этого, немножко скучная работа, которая имеет место быть, но она должна быть. Это внедрение глобальных политик, это их адаптация к нашим реальным условиям. Хотя я тоже здесь как бы поспоричала строчки, потому что я не вижу сумасшедшей разницы между международным законодательством и украинским. Международное законодательство достаточно досконально закрывает белые дыры украинского законодательства. То есть ты можешь предположить, что при отсутствии регулирования данного вопроса можно взять best international practice и имплементы. Взять лучшую международную практику и ее просто применить. И в дальнейшем это поможет даже разговаривать с государственными органами на равных, скажем так, с какими-то оправданиями тех или иных действий. Естественно, у нас есть, почему-то сегодня не упоминали, внутрикорпоративный аудит, который достаточно регулярно, неожиданно проводится по всем локациям, где находится наша компания. После этого выходит специальное письмо, которое глобально рассылает всем экзекьюшнного коммити совету директоров компаний с инструкциями о том, что было бы неплохо проверить какие-то white spots and fill the gaps. То есть, как говорится, проверить белые пятна и заполнить те пыры или неточности, которые, может быть, закончить внедрение политик, в которые компании до данной акклинированной точки не внедрены. Естественно, регулярный инструктаж сотрудников. Ни одна конференция, ни один семинар, ни одно общее собрание компании не начинается с правил техники безопасности. Всегда начинается, где выход, где скорая, кому позвонить, кому обратиться, если какие-то эмерзицы. Это в обязательном порядке, это беспокойство о персоналите, это беспокойство о безопасности, это беспокойство о выносице компании, кто в числе. Ну и, естественно, мы уже повторюсь, стимуляция проверок и регулярные информационные рассылки. Мы напоминаем, у нас есть в онлайн, она везде есть, в иностранных компаниях. Это не совсем ленивенность, я бы сказала, это возможность человеку сказать о моббинге, так называемом, о том, что его может преследовать. Возможность человека сказать о каком-то нарушении не только в сфере антимонапольного законодательства, но и других нарушениях, которые, возможно, могут привести к ущербу в компании или к реакционному ущербу, которые повлекают финансовые риски для компании. Для чего нам нужны внешние риски? Я уже упомянула. Сиду-ка радуется. Сиду-ка радуется. Сиду-ка радуется время. У вас есть опыт, который у нас, как говорит, глаз замыливается. Вы немножечко смотрите более широко и иногда более дальше, чем мы, скажем так. Потому что вы работаете в разных областях, следовательно, вы можете вознести ту практику, которую, вероятно, мы не видим. Данная компания, конечно же, должна обладать хорошим пайплайном, потому что в нее звонят не только наши менеджеры, не только мы, но в нее звонят из корпораций со всех стран мира. Они должны немедленно отреагировать и стать в ту цепочку, если расследование раскатывается на несколько стран мира. Естественно, эта компания находится в списке в политике, в процедуре, которая есть в корпорации по использованию футлайна. Что это такое? Это экстренная юридическая помощь, которая необходима менеджменту при возникновении неординарных ситуаций, при проверках, при даунрейтах и когда мы недоступны, я имею в виду, мы как юридический комплайс это корпорации. Это тренинги, это обучающие, то, что я говорила, тренинги, обучающие от детрассы комплайенс основным и каким-то более глубоким знаниям, которые, возможно, мы не можем дать, потому что мы более дженералисты, более направлены на свою область работы. Ну и теперь мы посмотрим, как оно в реальной жизни выглядит на практике. Так, представим, что комитет дает запрос Хенкелю, прилетел запрос или пришел в таунтрейд. Что происходит? Естественно, сразу же раздается звонок у нас в отделе. При этом на входе проинструктирован ресепшн, они четко знают, кого немедленно позвонить и сказать, когда приходит или такой документ, или уважаемая проверка, собственно, как они должны действовать, куда они должны провести, что они должны сообщить, как они должны проинструктировать тех или иных людей на какие действия. нас ставят в известной и если мы есть, то, естественно, ставится сразу же в известной глобальной корпорации, потому что мы должны предстоять, мы живем в этом мире и если пришли к нам, значит, придут потом в Европу за такое нарушение и в Америку или наоборот. То есть, здесь очень все взаимосвязано. Я бы себе не рисовала такую грустную картинку или веселую картинку, что вот есть Украина и вот на этом все заканчивается. Ничего на этом не заканчивается. Уважаемые государственные органы обмениваются информацией, обмениваются опытом и делятся плохими впечатлениями особенно в ваших корпорациях. Поэтому проверки распространяются, раскатываются глобально, моментально. Не раз с этим сталкивались, получая в одной стране и потом в другой стране и в третьей стране те же самые штрафы за те же самые нарушения. В случае нас отсутствия, естественно, срабатывает так называемая код-лайн, которая работает и доступна 24 часа 7 дней в неделю. В фирме, с которой мы работаем, есть специально выделенные люди. Мы понимаем, что никто в воскресенье не придет, мы понимаем, что ночью тоже никто не придет, но это называется 24-7. То есть мы можем позвонить этим людям и сказать, что вот что-то случилось и мы в данную секунду не совсем понимаем, что нам с этим делать, потому что может быть человек, может вчера у нас поступил на экзамен новый директор, и он еще не был быстро обучен здесь, на территории Украины, как себя вести. Маленькая реглова, скажем так. У нас, да, мы разработали эту программу с международной корпорацией, международной юридической фирмой Тентенс, которая имеет очень много представителей по миру и которая включена в так называемую pipeline, подлайн в нашей химкинг в его структуре. Они выдадут рекомендации по поведению того или иного менеджера и, естественно, немедленно согласуют действия с нами. После этого мы разработаем ответ, мы примем меры по ответу, по реагированию на запрос и на проверку антивонопольного комитета и, естественно, приготовим в соответствии законодательства все необходимые документы для выдачи на руки, для закрытия канала. Вот, собственно говоря, как это выглядит на практике. Еще раз хочу подчеркнуть, что меня очень сильно порадовало вот на этой конференции то количество знаний, которое появилось буквально за несколько месяцев, потому что два-три года назад в комплайнсе это было как «Дикие звери», совершенно правильно сказала моя коллега из «Схестара», что мы еще экзотичны местами. Местами мы экзотичны, местами нет, потому что мы уже, я, например, 16 лет занимаюсь, как ни странно, кто на себя удивляет, но так получилось. Ничего нового для меня пока не появляется, но для Украины новое то, что мы должны это принять, мы должны с этим работать и это есть кусочек, собственно говоря, нашей жизни, юридической, потому что он как бы заставляет нас собраться и собраться людей вокруг, быть ответственными за свои поступки. по-настоящему, они будут с этим, которые, не смогли найти.